ребят привет сегодня на обзоре мы снова смотрим гибридный автомобиль и это toyota prius zww 30 зацепила взгляды на нее хоть и не манила она взрывает маски пункт килограмм тротила она ярче новогодней и он кислаще даже зимних мандаринов она круче твоих бывших настоящий кажется что она знает от тебя все черные ящик увидев ее раз хочется увеличить все девочки вокруг меня теперь 11 10 сантиметров у нас клиренс у нас не обычный prius у нас с towering его отличает от с комплектации обычно отличают 17 колеса отличает синон в ближнем свете отличает кожаный руль в принципе все их 17 диски которые выпускаются в подобном дизайне только для prius а даже prius альфа имеют своих вот в таких комплектациях на 17 колесах другой рисунок здесь у нас стоит 215 45 17 ширина как на крауни как на сая но ведет себе машина по ровному асфальту в поворотах очень хорошо и за стоек еще лучше пришла на очень жирном лете прям но такие колеса мне бы наверное хотелось бы иметь когда я владел prius а но конечно в комфорте сразу проигрывайте сразу же вообще prius на классических колесах очень мягкий он и мягкий он съедает вот эти все неровности вот этот вот гравиум можно прям побыстрее ехать но как выглядит вот это колесо вообще такие prius мне очень нравятся и очень красиво если готовы проиграть в комфорте купите колеса либо сразу же покупайте покупайте себе s towering s towering g towering ls везде у нас стоит 2 zr на 99 лошадиных сил и везде гибридная установка мощностью 60 киловатт по сравнению допустим с крауном либо с там стоят по 105 киловатт мотор тоже чистый вот здесь вот есть какие-то маски масла но это просто кто-то заливал как-то кустарным способом вот но сам мотор без нагара toyota поработала над аэродинамикой у них тут они работали над решеткой уменьшить ее площадь они работали над защитой которая в районе колес там вот здесь вот под бампером она находится то есть чтобы сделать аэродинамику еще лучше чем она была и они говорят что у них получилось то есть это все также влияет на расход этого автомобиля в общем не только гибрид экономит топлива но еще и аэродинамика этой машины то есть она и красиво она еще и разрезает воздух как клинок оказывается у prius а применена технология водяного электрического насоса тем самым они увеличили экономность этого двигателя не используя приводные ремни что я могу сказать если вы задумаете себе поменять лампочки либо они у вас перегорели вот здесь вот дальний свет стоит обычный желтый галоген галоген если вы хотите поставить еще себе ксенон либо какие-то белые лампочки красивые которые будут светить и вы будете их пробовать менять вы изрежете себе все руки также частый вопрос от региональных интересующихся будущих покупателей по приусам по гибридам заводится ли гибрид в их мороз там если они там живут новосибирске в барнауле где-то где давят морозы здесь бензиновый мотор коленный вал проворачивает электродвигатель не стартер поэтому у обычного стартера 12 вольт а у вот этого электродвигателя 288 то есть он провернет вал вообще в любом случае в любой мороз даже на ю тубе есть видео где люди заводят его в минус 45 минус 50 и у них все заводится просто мотор может немного постучать но потом он поднимет масло смажет все детали и начнет нормально работать прогреваться и но все прогреется в принципе можно ехать поэтому если вы планируете себе купить гибрид и вы в регионе где давят морозы вам в принципе нужно иметь гибрид с батареей как она работает и прочее ей морозы литий-ионной батареи ей вообще без разницы бензиновый мотор вам гибридная установка будет заводить лучше чем любая вебаста и прочее я ездил на приусе домой на новый год морозы были 28 30 я прям вообще вообще просто никогда не прогревая его по 20 минут я просто садился включал кнопочку он у меня поднимает поднимает масло с поддона и все я еду во владике я вообще даже этого не ждал я садился включал его именно включал через кнопку потому что это как электроприбор включал его и ехал в офис я вообще не грел и он не ломался вообще не ломался ничего не ломалась ни резинка не сальник не вообще ничего вот такая тачка в рестайлинге у нас появился вообще темный цвет салона вот такой с какой-то точкой сделал но в общем по сравнению с десятым с 9 10 11 год салон стал интереснее вот они по-другому оформили подстаканник центральный там вот этот возле селектора остался таким же изменили цвет пластика панели где у нас селектор парковка стало приятнее по изменениям на дисплее тоже чуть чуть лучше отрисовали но в принципе все то же самое похож на акву но в приусе они добавили немножечко анимации чуть-чуть побольше но в общем интерактив побольше чем в акве кнопочки дисплей управление музыкой треками большой alpine голова вообще еще какая-то круто отрисовано bluetooth sd какие-то тут еще видео можно подключить тиви даже есть радио если отдать рукастым пацанам которые занимаются звуком я думаю они могут еще там что-нибудь подпаять поставить какой-нибудь переходничок будет ловиться все российские радиоканалы вообще можно многое тут сделать голова очень хорошая сразу вижу бардачки все то же самое бардачок нижний глубокий вообще там можно много чего возить говорят по ощущениям владельцы g что у них шумки больше но может быть они просто придумывают и им реально хочется верить что у них больше шумки конечно 30 приус после сая после аккорда после крауна не едет вообще ни хрена но у него вообще в другом смысл это баланс стоимости красота кузова относительно для города и даже для трассы оптимальный мотор 2zr то есть здесь рассчитывать на какую-то бешеную тягу не стоит по ощущениям он очень жесткий сейчас становимся посмотрим стойки но еще так как у нас колес 17 из-за этого он очень очень жесткий то что высота резины маленькая колеса широкие чем на базовых версиях по ощущениям когда садишься с более добротного салона конечно же сразу все слышно у тебя двери мотор слышно здесь пластик играет хотя у нас всего сейчас вообще один градус показывает ну то есть сейчас какой-то не жесткий мороз у меня в минус 25 приус тоже шумел какие-то стыки между пластиком если заморочиться вообще можно разобрать вообще все панели какие-то резиночки там проставить между ними но если вы как бы берете эту машину на долгую дистанцию по времени тогда это имеет смысл заморочиться этим разбором торпеды ее проклейкой можем просто забить и ездить не обращать внимание просто головой понимать что у вас очень технологичный автомобиль и он вам экономит деньги он мало ест он хорошо выглядит и прочее но за этот нюанс пришлось заплатить более дешевым салоном но тачка в целом 9 из 10 японцу не хватило достаточно больших колес для приуса 17 размера он пошел дальше он поставил себе регулируемые стойки по высоте и по жесткости которые ставят на чизера на марки на всякие гоночные корчи в итоге у него стоят какие-то красные брендовые стойки стоят денег и также он поставил нештатные пружины в итоге этот s towering prius получился очень жестким очень управляемым очень интересным низким но подойдет ли вам в россии большой вопрос у s towering с завода клиренс 140 миллиметров высота iphone плюс 16 160 миллиметров но здесь где-то здесь мы стоим на гор вот здесь ну то есть у нас примерно наверное где-то 11 максимум 10 11 10 сантиметров у нас клиренс из-за его стоек пружин но маловато для обычного российского города это конечно маловато давайте посмотрим что оставил японец своему покупателю российскому он оставил пружины стандартные стойки передние в коробке лежат шторка вот у нас есть вот багажник они делают у меня тоже была ска и тоже сзади в багажнике был светлый пластик с таким ворсом небольшим конечно грязнилась это все дело но могли бы сделать темный вот в цвет салона вообще бы было классно и белый верх крыша стойки крыши были бы пластиковые и светлые смотрелось бы очень кстати но не знаем уж в японии как-то там чище все конечно тоже диоды стоят у него тут лампочки в подсветке вообще молодец нера заднем ходе тоже так чё у нас тут задние стойки все штатно то есть прям можно реально снимать эти красные каябы и продавать их ставить себе штатные короче можно прям нормально денег отбить весь багажник у нас занят штатной подвеской у багажника я вам скажу ребят кто не видел машину эту вживую кого нету знакомых таких автомобилей я ездил на море забитые мячиками там тентом палатками стульями кальянами эта тачка вообще она просто реально универсальная она и вас довезет до моря дешево либо до места вашего отдыха еще и все увезет еще и я не знаю вот тут вот еще пара человек залезет в общем но машины реальные даже спать можно матрасик бросаете передние сидушки сдвигаете до конца вперед откидываете еще вообще просто матрасом давайте все можно спать на море в лесу хоть где тачка реально тот год пока я на ней ездил вообще просто меня спасала везде не как в этом филдере не пластиковая пятая дверь металлическая на самых пустых приусах нету метлы нас с тауринг на с просто уже есть метла на с тауринг тем более есть и добавился вот такой вот плавник который и на hondi accord и вот на приусе много таких машинах я думаю все хотят выглядеть как бмв это же фирменный стиль бмв этот акулий плавничок и вот на с тауринг тоже но он к месту тачка под спорт сделано этот плавничок показывает его дерзость вообще но ездил бы я на такой ходовке в каком-то обычном русском городе наверное нет я бы чтобы сделал бы вот пришла бы эта тачка поставил бы штатные стойки продал бы эти любители тюнинга молодые пацаны они даже в деревне бы поставили бы такие стойки и катались бы на них но я бы продал бы и колеса бы даже эти продал бы потому что любая яма какая-то такая острая вырезанный асфальт допустим дорожниками вы попадаете в такую яму на полном ходу все гнутый диск и грыжа сто процентов то есть можно колеса продать рублей за 25 они стоят вот эти вот диски с этого prius стоит примерно по 25 по 20 рублей в зависимости от какая резина на них надета и не гнутые ли они есть на них код плюс можно стойки продать в общем где-то добрый полтос можно отбить вот эта машина конкретно это станет дешевле на 50 тысяч рублей я бы может быть в владивостоке бы и ездил бы на таком приусе да он красивый да он прикольный до его не кренит да на нем можно дубасить по мосту если есть какая-нибудь супер хитрая рамочка на номера но для гражданской езды где нужно мотаться по городу во всякие разные районы во дворы заезжать снег выпал нет эта тачка не подойдет вот тут просто неровность я должна со их пролетаю здесь я оттормаживаюсь а кстати поставил экорежим а то и смотрю блин не тянет вообще экорежим на prius и он такой тупой становится прям очень потому что у него бензиновый мотор еще больше на уровне компьютера он его душит чаще подключается батарейка какие-то первая вторая скорость если вы не давите сильно педаль вообще прям очень часто едет в основном батареи немножко подхватывая бензиновым мотором в общем и можно выезжать с этого режима ну где-то еще 2 литра от обычного режима езды то есть кто любит делать всякие замеры кто любит в кругу друзей обсуждать да я вот со своего приуса выжил столько-то эта тачка прям будет вас радовать своим вот этим пенсионерским экорежимом но на самом деле я на сайт тоже на экорежиме но у меня там az стоит 2 и 4 это уже другая история не 2 zr который здесь он вообще никакой вообще не едет цены начинаются от 700 70 780 тысяч это цена во владивостоке если вы житель дфо то глонасс вам не нужно ставить то есть еще получится выиграть 15-20 тысяч рублей данный приус с towering он вышел 850 тысяч рублей у него четверка оценка c салон c кузов 105 тысяч пробег я считаю хорошая цена для вообще данного экземпляра если вас отговаривают от покупки приуса 20 30 50 ваши знакомые друзья коллеги ваш механик вашем городе виду того то что он думает что приусы едят масло либо у них кончается батарея и так далее я думаю просто эти люди слышали истории о приусах которые с нечестными пробегами потому что у меня был приус 125 тысяч километров пробег у меня масло он не ел и вообще механики владивостока которые работают с этими машинами они говорят что 2zr мотор который с завода не ест масло и если вы покупаете нечестный приус либо вы не знаете как он завозился в рф вы не залазили в мотор тогда скорее всего у вас будет проблема но как показывает опыт владения двадцатками тридцатками 20 30 кузов но эти машины они очень надежно у нас по городу ездит очень много двадцатых приусов еще у которых стоит один nz и гибридная установка на 50 киловатт они до сих пор ездят битые все в круг просто ушатанные с виду просто в хлам до сих пор ездят бед не знают и в такси и люди в личное пользование себе берут и нету такого то что у этих машин какая-то проблема о которой знают все механики и владельцы приусов просто нету реально очень надежная машина я вам рекомендую вообще обратить внимание если вы хотите поменять свой автомобиль на надежный экономичный оптимальный по цене ликвидный подчеркиваю то обратите внимание обязательно на такие модели как aqua prius prius альфа fit гибрид crown гибрид сай тоже это все гибриды есть еще и автобусы нохи сирены гибридный x-trail и очень много автомобилей даже те же самые рафчики леворуке которые продаются в салонах 2 и 5 есть с гибридной установкой на моторе 2 r то есть гибриды у тойоты и у других производителей в топовых популярных моделях есть в очень широком разнообразии все последующие модели которые я буду рассматривать для покупки свое личное владение я буду смотреть только гибриды это будут либо это будут седаны как сейчас мне хочется купить атлета в двести десятом кузове это 2 и 5 2 r плюс гибридная установка либо это будет не знаю какой-то rx 450h либо это будет еще что-то либо это будет gs 450h это в кузове седан кто не знает lexus это все будет гибриды потому что мне нравится как работает вообще связка бензиновый мотор гибридный мотор мне нравится тяга мне нравится экономия мне нравится вообще все что связано с гибридом мне даже зубная паста японская у меня все японская вообще все что у нас продается здесь в свободном доступе производства то есть и гибриды в том числе и все гибриды все технологии вот в этих машинах производится в японии покупайте гибриды покупайте честные гибриды покупайте их в россии покупайте их на рынке покупайте их напрямую из японии но соблюдайте одно правило машина должна быть честная с честным пробегом если вам предлагают взять даже до рестайловый prius вы знаете его честный пробег он небольшой и эта машина в мясо не битая и она там стоит ну 650 там 670 берите очень хорошая цена берите даже если у него там два хозяина но если вы знаете реальную историю этого автомобиля но если у вас позволяет бюджет если вы можете отдать за prius 850 купите себе с taurin если у вас 770 780 купите себе и либо просто с 30 приус рестайловый вы будете первым владельцем в птс и вы будете первым грузополучателем на лицевой стороне птс у вас будет свежевыданная птс что также влияет на ликвидность ваша машина будет выделяться среди других приуса в вашем городе то что у вас минимальный пробег у вас настоящий аукционник ребят покупайте гибриды не бойтесь гибридов если у вас есть вопросы звоните пишите пишите комментарии под этим видео вообще за этим будущее либо это вообще полная фигня эти батарейки это все какие-то маркетинговые ходы от ведущих производителей и это ненадежные технологии у вас в сибири либо где-то в якутии у вас подобные тачки они вообще не популярны их боится народ будет интересно почитать комментарии гибридоводов ребят я с вами прощаюсь пока компания сферокар предоставляет полный комплекс услуг по подбору доставки растамаживанию и отправки по россии автомобилей с аукционов японии компания сферокар ваш эксперт в выборе качественного автомобиля